Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. А знаете ли вы, что практически каждый памятник или историческое место обязательно связано с какой-нибудь легендой или интересной историей? Говорят, что торговые ряды в 1885 году тушил сам Петр Лищаковский, а Клинская земля скрывает клад времен Ивана Грозного. Об этих мифах и не только. Мы поговорили сегодня с руководителем Клинского музейного объединения Еленой Кондрашиной. И первая легенда о городских катакомбах. Считалось, что весь Клин пронизан подземными тоннелями и ходами. Торговцы использовали их под склады. Подземка соединяла торговые ряды, другие культурные объекты города, а также храмы. И ключевым местом тогда была Успенская церковь. Она относилась к монастырю, к монастырю 16 века. И, в принципе, ну как обычно, монастыри на самом деле имели на всякий случай подземные ходы. И, безусловно, он выходил, скорее всего, на территорию к речке. Чтобы в случае осады, в случае, соответственно, каких-то воинственных действий к монастырю, можно было незаметно уйти и, соответственно, сплавиться по реке. С Успенской церковью связаны еще две легенды. Якобы на ее территории зарыто золото самого Ивана Грозного. Дело было в начале 17 века. Тогда новгородский купец Вильяминов с золотым обозом поехал через Клинский уезд. Купец Вильяминов ехал с обозом золота. На него напали поляки. Начало 17-го смутное время напали поляки. И, собственно говоря, чтобы полякам не досталось золото, он их где-то закопал. О другой легенде уже несколько сотен лет. И связана она с именем Петра I. Якобы крестили императора Всероссийского не где-нибудь, а на Клинской земле. Вот в этой Успенской церкви. Ну и, конечно же, краеведы знают, что это чистого рода байка. Но развенчивать этот миф перед гостями города, однако, не спешат. У каждой легенды есть автор. Одним из них стал племянник Петра Ильича Чайковского. Он утверждал, что пожар торговых рядов 1885 года Петр Ильич тушил своими руками. По воспоминаниям Льва Давыдова, одного из любимых племянников Петра Ильича Чайковского, Петр Ильич лично принимал участие в тушении пожара, что он якобы находился в своем доме в усадьбе Майданово, услышав колокольный звон, сообщающий о том, что на территории торговых рядов начался пожар. Он вместе с своим братом Модестом пробежал через Брасловское поле. Это было как раз не так далеко. И, соответственно, принял участие в тушении пожара. Ну и, конечно, девочка-гребница. Кстати, вы знаете, кто был прототипом этого памятника? На этот счет у краеведов есть множество версий. И вот одна из них. Предполагается, что это была дочка владельца усадьбы Золина, которая ушла в лес и которая там потерялась. Соответственно, в память о ней владелец заказал эту скульптуру Федору Каменскому. Ну и напоследок еще одна легенда. Помимо прочих достопримечательностей в Деньяновской усадьбе есть царский пруд. Но немногие знают, что над ней упокоится карета Екатерина II. Что нерадивые слуги Екатерины II, у которой сломались рессоры на карете, отмывали их от грязи, в общем-то, дороги у нас были непроходимые, и не удержали эту карету, и, соответственно, она утонула в пруду, который впоследствии был назван царским прудом.